Ну что, друзья, позвольте мне представить вам Кристину Белович. Это мой старинный друг, партнер, с которым мы встретились еще в бытность в компании «Тройка Диалог». Это был период, когда мы, наверное, в первый раз решили сделать тест нам персонала, сделать 60 градусов, посмотреть на компанию «Призму». Кристина помогала нам с этим проектом. Там мы познакомились, третий вечер, продолжили свой путь. И, Кристина, я начал рассказывать, пока ты не присоединилась, что сегодня особый день, потому что 2 мая – это традиция, которую я решил в свое время создать для того, чтобы члены семьи, друзья хотя бы раз в год собирались в Армении. И чтобы мы просто без причины, это не день рождения, каждый раз все думают, что у меня день рождения. Нет, это просто мое. У меня никогда не было приглашений. Все, кто знал, приходили, приводили своих друзей. Иногда мои друзья удивлялись, нам подходят ребята и говорят, а вы идете в гору? Мы говорим, а вы знаете его? Говорят, нет. Но мы обязательно идем на эту маёвку. И это было место, в котором мы знакомились, хулиганили. Там было много встреч. Многие встречи были для некоторых моих друзей судьбоносными. Именно когда мы выехали, допустим, 60 фондов мы повезли в Армению благотворительных, чтобы сделать стратегическую сессию. Тогда даже названия фонда «Друзья» не было, мы назвали это «Фонд фондов». Мы приехали туда на стратегическую сессию и погуляли знатно 2 мая, где многие перезнакомились. Я знаю, что и ты познакомилась с Леной Фейдингой. Я помню. Да-да-да, он это судьбоносный день был для нас. Сейчас это переросло и не только в дружбу, но и в партнерство. Таких историй у меня много. Но если ты помнишь, мы там хулиганили и благотворяли все такие интересные... Я, по-моему, год-два уговаривал сборную Армении по синхронному плаванию выступить в бассейне. Это было им мило и смешно. Мы всегда присутствовали в грузинах и в моем доме помещали в Белисе, застолья. И вот эта роскошь человеческого общения, я сегодня даже пост написал, что, наверное, это единственная роскошь, которая действительно существует. Роскошь человеческого общения. Сейчас мы общаемся с вами, друзья, через вот эту камеру. Уже привыкли. И это роскошь. Это тоже роскошь. Представьте, если бы не было интернета, и мы бы сидели бы просто в запертии в четырех стенах. Я и ты сегодня, когда мы предварительно говорили, понял, что посмотрели этимологию слова «хулиган». Мы нашим зрителям обещали не только хулиганить, но и сказать, как это капитализировать. Я немножко устал от нас к эфиров на абсолютно разные темы. Все говорят о новом мире, о том, что не будет, как вчера. Но при этом очень мало разговоров о том, что делать и что делать в этом новом мире. И что значит, что это за новый мир-то, да? Да, кто за новый мир, и кто там выживет, или кто там останется, или что делать с теми бизнесами, которые есть. И какая роль в этом хулиган? Если я правильно понял, хулиган – это слово, пришедшее из Англии. Фамилия. Да, да, да. Ну, одна из версий, что это фамилия, другая версия, что это там какая-то песенка была, где это слово использовалось. Но самое главное – это люди, которые не подчиняются, или они ломают какие-то правила, идут против этих правил. И эти люди, которые… Можно говорить с хулиганом с положительной точки зрения, можно говорить с отрицательной. Давай мы сегодня поговорим о хулиганах положительной. Потому что хулиган – это такая вещь, интересная. Моих детей почему-то никто хулиганами не называет. Это слово, по-моему, ушло от метро-бихода, и в школах оно не используют. Хотя это слово, хулиган, оно уже юридическое. То есть за хулиганство могут тебя и засудить. И могут засудить. Ты знаешь, у меня одно из таких разрывных шаблонных инсайтов было, когда я ещё давно-давно училась на психфаке, и в учебнике по возрастной психологии было написано «Каждый нормальный ребёнок должен быть хулиганом». И вот эту фразу… Ну, в учебнике психологии, можешь себе представить? И вот эту фразу, знаешь, это поменяло моё мышление, стереотип, взгляды на себя, на детей. То есть вообще каждый нормальный человек должен быть хулиганом. Ты понимаешь? То есть в общем и целом, да, да, да. Когда ребёнок хулиганят, это говорит, что с ним всё в порядке. А если нет, тут повозадуматься. Ну, давай похулиганим про бизнес. То есть вот новый мир там все вмещают на тему того. Многие говорят, что они не хотят возвращаться просто в старый мир, потому что он не устраивает. Ой, слушай, ты знаешь, вот эта история про старый мир там, новый мир, мне кажется, что так или иначе всё есть одно. Мне это очень понравилось. Я тут целого щедрена стала читать, прямо просто зачиталась, потому что, поверьте, невозможно, что сто лет назад человек точно описал всё, что происходит. И он сказал такую фразу, мне понравилось, что в России за пять лет может измениться всё, а за сто лет ничего. И вот эта вот история, что просто, знаешь, мне кажется, что мы живём на каких-то… Ну, то есть новый мир для меня – это просто скорость огромная, да. И мне кажется, что-то с физическим пространством произошло, со временем. Ну, какие-то такие вот вещи, когда она какую-то новую игру предлагает. Знаешь, у нас была одна игра, там, мы в ней вроде научились играть каким-то правилам, а сейчас бабах, и ты в какой-то новой игре посыпаешься. Тебе нужно понять, какие правила, что тебе делать и какую роль вообще на себя взять. И в этом смысле, конечно, ты когда… Кто выигрывает-то в игре, в которой непонятны правила, но хулиганы сто процентов, потому что они, а, не боятся получить в морду, если ты уже встал на этот путь, а второе, в некотором смысле, тебе очень нравятся риски и вот эта вот жажда игры, да, и выиграть в нее, и задать свои правила, и да, еще и устанавливать свои правила. То есть у меня, знаешь, есть какой-то кураж, что сейчас вот в новом мире, да, у нас есть возможность взять и установить свои правила. Старом, мне кажется, мы просто не успеем сбор с тобой. Ну, смотри, мы так как обещали говорить о капитализации хулиганства, но я подумал, какие примеры привести. Один из примеров, наверное, это уличное хулиганство. Уличное хулиганство – это граффити, в первую очередь. То есть вот ребята разрисовывают, и вдруг это превращается в искусство, продается на аукционах с обвис, и вот они нарушают правила, они, по сути, нарушают закон. Слушай, а современное искусство, мне тоже кажется, это хулиганство тотальное совершенно, которое нам предъявили. Что ты думаешь про современное искусство? Ну, вот вопрос к тебе. Правильно я понимаю, когда сейчас мы говорили вот с Катей Смирновой, лучшим юристом России по governance practice, и она сказала, что форс-фажора нету, и мы не будем выполнять обязательства, потому что невозможно их выполнить. Но это не означает, что по контракту мы не можем их выполнить, мы не освобождаемся от этой ответственности, и надо договариваться. Большое количество исков, которые сейчас друг на друга... Хулиганы, наверное, не будут соблюдать эти правила. Они пойдут против, они будут не платить налоги, не платить аренды, как-то выкручиваться. Хорошо это или плохо, я не знаю. Вопрос к тебе назад. Ты знаешь, это хороший вопрос, потому что мы же анекдоты обещали, тем более и матерные. Ты не помнишь, как мы познакомились, я помню. А я вообще, ты знаешь, я знаю, мы анекдоты, наше все. И вовремя рассказанный анекдот один раз принес мне к бонусу 30 тысяч долларов. Я рассказав анекдот, 30 тысяч заработала. Это отдельная история. А он матерный, ему нельзя вообще нас забанить. А без матерного трудно. И я стала смотреть анекдот, вообще какие есть, про хулиганов. И они такие очень, со стороны смешные, а с другой стороны везде хулиган плохие ребята. Вот не знаю, может, потому что я сама хулиган, я считаю, что это прям самые правильные ребята. И у меня был кейс, знаешь, мне кажется, самый большой вот старый мир и новый мир, когда Советский Союз-то распался. Да, и вообще тогда было тьма, тьмой, вообще такая темная ночь души, вообще ничего не было. И мы с одним парнем получили большую партию газовых пистолетов и бронежилетов. И это отдельный кейс. И я реально продавала солнцевским ребятам, ну, солнцем, которые в Солнце выжили, всю вот эту вот историю. Слушай, разбогатела так, я такая богатая, больше никакой жизни не была, но планирую. Мне кажется, сейчас ровно вот этот вот момент настал. И, ты знаешь, это были классные парни, но при том, что они, конечно же, убивали людей иногда, ну, периодически. Но именно, что значит ответить за базар, что значит держать слово, что значит биться честно, ну, честно, открыто, да, зло. Это вот я очень здорово увидела там, и мне это все понравилось. Много чего я взяла себе из стратегии ребят, которые живут в Солнце. То есть научиться разговаривать по понятиям, это новая компетенция. Что суды будут завалены, надо договариваться как-то. Абсолютно. А где это мы учим? Абсолютно. А дальше мы учились во дворе. Раньше во дворе. Ну, а потом, знаешь, вот это вот... Я очень люблю последнюю книжку Талиба, да, «Шкурный канон». Мне кажется, она очень про это. Потому что, когда ты выходишь, все-таки какой-то открытый бой, или, например, ты заявляешься, что ты чего-то хочешь, что ты собираешься отнять даже у кого-то, ты и так или иначе многим рискуешь и ставишь свою шкуру на кон. Чего-то. Поэтому... А, еще знаешь, вот эта вот любимая история, что правила отменятся, суды будут завалены, а решать вопрос нужно будет очень быстро, потому что в этой ситуации любое промедление, оно, как говорится, смерти, да, подобно. И здесь те, кто могут проявлять свою позицию очень быстро, да, взрывать что-то или видеть что-то, вот, в моем фильме в саннваре тоже учат. То есть, вы знаете, то есть по большому счету, слушай, у меня есть гипотеза, что опять выиграет наше поколение, которое из 90-х, ну, из 80-х даже, вот, когда мы, да, нам было там 18-20, там, начале 90-х. То есть, это такое обращение к нашему поколению, чтобы молодые бизнесмены приходили к нам за советом, то есть, такой продакт-плейс, там, реклама, услуги, там. Мы научим. Ты же знаешь, мы научим только хорошему. Но вот эти компетенции, они есть у нас, у них-то нету. У ребят, которые после 2000-х, там, да, там, у 90-х родились, скажем так. У них нет компетенции, понятен, говорить. А у нас есть. Ну, скажи, вот, если мы сейчас в одном из бизнесов, где я являюсь миноритарным акционером, ребята там посчитали все, весь капитал компании, поняли, что в лучшем случае откроются в конце июня. И поняли, что денег хватает на то, чтобы, ну, платить 20% зарплаты. Так. И дальше они думают, ну, вот, кто останется, кто нет, кого сократить, кого нет, нужен ли бэк-офис или надо оставлять фронт-офис. Это все они решили. А дальше кто те люди, которые вырвут этот бизнес вперед и не дадут ему умереть. Как бы это охарактеризовало? Ну, мы с тобой говорили, говорим, это хулиган, да, потому что я вижу, как вот кто-то бьется, а кто-то не бьется. Кто-то ушел там в тень повесил на фотографию сзади пустой холодильник с мышкой от компьютера и вот все ждут. Кто те люди, которые будут биться? Ты знаешь, мне кажется, что люди, которые готовы именно какое-то будущее, то, которое они хотят, потому что возможностей разных сейчас очень много, их реально много. И самая страшная ошибка, то есть если человек говорит, а знаешь, у меня есть лакмусовая бумажка, я тебе расскажу. Вот как только кто-нибудь из окружения начинает ругать первое лицо или еще каких-то ответственных товарищей или кошмарить или говорить, Люля, все пропало. Вот это люди, которые вообще не готовы биться. То есть просто даже по речи, если у человека в речи присутствуют слова с настроем, с поиском, когда мы хотим что-то сделать, это сразу видно, сразу энергия идет. и ты знаешь, я на самом деле получаю достаточно много агрессии, ну, говорю в прямых эфиров, что, ребята, это голубой океан. То есть это круче, чем начало 90-х, потому что проще, гораздо будет, каждый человек сможет вообще резать все, что захочет. Вот все, что захочет. И каждый человек полигон, да. И все пусть лет на попе. И самое глупое, что можно сделать, сказать, давайте дождемся, пока все закончится, а потом начнем что-то делать. И ты знаешь, у меня есть хороший кейс, у меня знакомый ресторатор, он, ну, пришел ко мне на консультацию, грустный, совершенно небритый, и говорит, слушай, ну, он не знает, что делать, вот держать людей, увольнять, там, подушка, а у него 5 или 6 ресторанов, тебе близка будет история. И ты знаешь, я говорю, слушай, а как сделать так? Ну, вот все, больше люди не ходят физически в рестораны. Ну, я, знаешь, я больше всего, наверное, скучаю по ресторану, потом, наверное, по салону красоты, но, ну, что у них не хватает, это прийти, знаешь, вот сесть, покушать, поболтать с друзьями вот в этой атмосфере обстановки. И ты знаешь, мы с ним придумали такую историю, на следующий день они с ребятами раскрутили классную кухню, суши показывают, как они делают эти суши, креативные суши, и он сам развозит еду, вот работает курьером, а он такой, знаешь, гламурный, холеный, классный, ну вот, да, тут в городе он такой вот, да, привыше, там, не знаю, по порту стал привозить нам еду, я думаю, что объем заказов на доставку вырос бы просто в разы, ну вот у него в 20 раз в первый день вырос объем на доставку, и сейчас они просто вот жгут, что там устраивают на этой кухне и так далее. Вот тебе, пожалуйста, да, то есть у человека, который готов биться, готов придумывать, готов делать то, что никогда не делал, потому что для ресторатора, устроить шоу, ресторанное за два дня, это тоже вызов, ну, такой конкретный. Посмотри, Кристина, мой партнер живет во Франции, и я понимаю, что у нас есть фора в три недели, то есть она мне рассказывает будущее. Я понимаю, все, что она рассказывает, как говорится, во Франции, через три недели будет у нас. Мы еще там сидим, ждем, что там 11 числа что-то произойдет, и вдруг все вернется на круги своем, мы отреставрируем то, что есть, и продолжим жить дальше. Непонятно, как будут летать самолеты, непонятно, откроют до сентября рестораны или нет, непонятно вообще, что за ситуация с этим вирусом, будем ли мы болеть по второму кругу, пик придется на август, на сентябрь, на октябрь, в принципе, мы живем в ситуации хаоса. Когда хаос, что начинается во Франции, ну вот районы Парижа, где живут мигранты, там начинают взрывать автомобили, сжечь там магазины и так далее. В Америке 30% безработицы. Мои друзья начинают покупать газовые баллончики, потому что думают, что ситуация будет не из простых, а то кушать хочется всем. Я знаю, что уже периодически бывают случаи, когда курьеров, которые носят вот эти суши или еду, их уже грабят, потому что надо как-то кушать. Какая-то ситуация будет назревать, и в этой ситуации мы говорим, что нужны хулиганы, которые будут делать бизнес, которые не будут бояться этого хаоса, я могу один пример привести бизнеса, который мои друзья сделали, может и какой-то другой. Вот мы, наши роботы, с моим другом, у которого завод, мы решили делать такие специальные лампы для кардшеринга, для такси, для любого транспорта, обеззараживающих. То есть ты вышел из кардшеринга, дверь закрыл, лампа включилась, за минуту обеззараживай, может быть, мы будем пользоваться кардшерингом. я сейчас обеззараживаю специальные такие панно, для того, чтобы между стульями, между столами была стеклянная стена, чтобы было ощущение того, что там ты сидишь в безопасности. это все такая, мы подстраиваемся, подстраиваем бизнесы, веставрируем их, делаем какие-то новые фишки, но какие новые бизнесы возникнут? Новый мир, новые бизнесы, что будет? И где эти хулиганы, где их брать? Ты знаешь, очень интересное, у меня есть совершенно четкое видение, что те бизнесы, которые действительно будут приносить, знаешь, это вот и капитан очевидность, потому что все говорят про боли, про пользу, но и, грубо говоря, оффлайн должен перестроиться, то есть понять, каким образом люди будут вести, что им будет нужно, да, это как раз касается и торговых центров, и бизнес-центров, да, потому что, например, люди больше не будут, люди уже привыкли заказывать все домой, и 21 день точно привычка сформирована, и стало понятно, что это выгодно, и в торговые центры люди не пойдут больше за продуктами или вещами, или еще чем-то, или просто там время попалить. Хотя, ты знаешь, у меня в 2010 году были переговоры с, ты знаешь, с кем, с одним из крупных собственников торговых центров в Москве, и я им тогда говорила, слушай, гапнется все, вот эти ваши бетонные коробки жуткие, они вообще в один, они в один день перестанут быть востребованы. И вот, когда мы говорили про каворкинги, про площадки, про ресурсные, да, что людям нужно будет менять профессии, то есть куча профессий просто на них не нужны, да, кроме, видишь, эта циферизация, она так вот очень, это все очень замедленно было, когда все говорили, что вот, там в одна часть всем онлайн придут. Образовательная индустрия сейчас востребует, ну, просто огромный, огроменный совершенно кусок бизнеса, потому что родители поймут, что и в школу детей водить не надо, да нет смысла вот в эти запихивать их жуткие учреждения. Ну, то есть вот, и на стыке, мне кажется, вот когда ты понимаешь на стыке, что должно быть с бизнес-центрами, что должно быть с магазинами, если придумать что-то, что даст людям вот этот новый выход, да, найти себя в новом формате, мне кажется, это очень ресурсная тема для нового бизнеса. Ну, Кристина, вот понимаешь, мне вот эти все разговоры, если, 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 если придумать и так далее, то это даст и так далее. Давай вот фактуру, если, вот я, допустим, со своими партнерами придумали новую форму организации. Я понял, что старый форм меня не устраивает. И мы сказали, мы хотим работать, но при этом дивидендов не будет, иерархии не будет в этой организации. все на меня смотрят, ты сумасшедший или хулиган, как угодно. Нас двое, как минимум. И тут я понимаю, что вот новый язык, которым я начинаю пользоваться, и спасибо Пете Немому, который присоединился к нашему разговору и пишет, что все вот то, о чем мы говорим, это иерархия прошлого, где эта конструкция будущего? Я говорю, давайте делать организации, где нету дивидендов, где нету понятия иерархии, где нету понятия лидерства, которое замучило уже всех. Сегодня с одним парнем говорит, вот лидер должен вести за собой. Я говорю, я не хочу никого вести за собой, я хочу, чтобы мы вместе куда-то шли. Я меняю язык. Если за мной, кто придет, они припитают на меня все это ответственность, и 49% выгорания топ-руководителя, потому что считают, что они одни тащат все это на себе. А теперь представь, ты создаешь юрлиф, которого нету, такого понятия, где нету распределения прибыли, где нету иерархии. А где есть что-то другое? Потому что ощущение пустоты возникает у всех. но оно или говном заполняется, или чем-то новым. Наполни вот эту пустоту чем-то новым, Кристина. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что из пустоты происходит только пустота. То есть просто люди встретились со своей пустотой, она там и была. Всплыла вся неэффективность, да, вот мы просто были бы очень заняты, все очень бегали, да, вокруг и всюду. Поэтому встретиться со своей пустотой просто не было возможности. А сейчас у тех, у кого внутренние смыслы, они были сформированы, и человек понимал, что, зачем, он в состоянии очень гибко и быстро перестроится. И более того, увидит для себя дополнительный выход, возможности. И заметь, что именно они очень быстро объединяются. Вот то, что я вижу, часть людей пашет 24 на 7, создавая компания, коллаборации, проекты вместе раскатывают очень быстро, а часть сидит, грустит, кошмарит и ждет, пока все кончится. И тут они чувствуют пустоту, но она реально там была изначально. Вот, к сожалению, с глубоким уважением ко всем. Поэтому это вопрос про собственные внутренние смыслы, а я-то нафиг вообще там уперся, зачем нужно. Да и когда я говорю добиться цели, добиться, добиться себя, да, куда-то, какого качества я хочу там, свою жизнь. Все уперлись отношения, полки отношений, да, потому что для многих какая-то конкретная выгода была в приоритете, чем долгосрочные отношения. Вот сейчас люди, у которых есть репутация, у которых качественное окружение, качественное отношение, горизонтально, когда мы поддерживаем друг друга, видим друг друга, помогаем друг другу, а это такие, знаешь, в последнее время достаточно редкие качества, да, все говорили, кризис доверия, да, никто никому не доверяет, обрыв вот этот вот, ну вот это все следствие вот этой пустоты, на самом деле. Поэтому тут... Ну, Петя вот продолжает писать, говорит, что там позиция немного обиженных последователей, да, то есть количество обиженных, обиженных друг друга, на жизнь, на ситуацию, на правительство. То есть, я правильно понимаю, что это такой массовый психологический эксперимент, где будет много обиженных, и если идти в психологию, конкретно, если взять метод процесс communication model, который мы пропагандируем, там пойдет смена, массовая смена фазы. Правда, в простонародье говорится, поменяется характер. То есть, длительное пребывание в кризисе массово поменяет характер людей. То есть, ты будешь выходить на улицу, встречать знакомых и не будешь их узнавать, потому что они стали другими людьми. И еще они обижены. И еще их надо устраивать. Ты знаешь, а я сказала прощаться с токсичным окружением. Я поняла, что обиженные люди в негативе, ругающиеся, когда в глубом вертолете прилетит и подарит пиццок эскимоа. Мне вот эта позиция больше не близка. То есть, мы или что-то делаем и движемся, потому что разные бывают ситуации. Я сегодня, например, писала пост про своего деда и подумала, что во время Великой Отечественной войны, 9 мая, что вообще происходило. Мы вообще просто в шоколаде в некотором смысле. Не вообще, а в некотором, а просто в шоколаде. И времена, они какие есть, такие и есть. А есть люди, которые просто делают и живут и наслаждаются. Вот прям... Знаешь, еще классный момент. О, знаешь, мы с... Опять же, как хулиган. Помнишь, все время говорили, надо жить здесь и сейчас. Мне кажется, и в этом счастье, и в этом суть. Мне кажется, что мы прямо сейчас здесь, сейчас дружно оказались. можно все пословицы развенчать с тобой, потому что все эти пословицы, они только программируют нас на то. Я бы так сказать, нас программируют, 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 в итоге в психологии, по-моему, это называется, у нас получается такая функциональная фиксированность. Такая... И тут вот это ненавистное мне слово out of box. Я говорю, я не хочу out of box. Я хочу свой бокс расширять просто. Зачем мне быть out of box? Мне бы бокс нравится, чтобы я его расширю. И вот эти названия, которые я слышу, и вот этот язык из прошлого, который доносится, мне начинает действовать на нерв. И как создать этот новый язык? Я его слышу из природы. Я говорю, я создаю организацию по тему, ну, по принципу грибниц со своими партнерами. Мы создаем нецелью. С другой стороны, я беру эти слова из хулиганского подхода, то есть вот из этого дворового, так сказать, жарбона, потому что это мне ближе, нежели вот этот язык бизнес-школы, вот этот академический язык. Если у тебя нету PhD, ты не имеешь права преподавать. И тут ты оказываешься где-то в будущем и начинаешь слышать прошлое. Я понимаю, что я сейчас очень много бизнесов потеряю, но у меня какое-то внутреннее ощущение освобожди. Просто я понимаю, что я уже хочу чем-то другим заниматься, то есть я вижу какие-то новые горизонты, я ищу вот этих психов, я ищу хулиганов, я хочу делать бизнес, не вкладывая деньги, а вкладывая энергию время, и это получается. Если кто-то мне скажет, что невозможно построить бизнес без денег, я думаю, сменяться я могу лицо. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что энергия, энергия и время, да, и суть, это сейчас основной актив. То есть в любом случае материальные активы, они реально падают в цене, а люди, люди как ценность, их прям мало, они в дефиците, то есть много ненужных специальностей. Ты знаешь, два года назад я была в группе по разработке стратегии России 2035, и там как раз речь была о том, что 5 миллионов госслужащих не нужны в принципе, ну, потому что уже все, это можно заменить цифры спокойно, и этого не происходит ровно потому, что девать некуда, непонятно, что делать с ненужными людьми. Это, кстати, тоже огромный кусок для бизнеса потенциально, а что делать, ну, и через 2-3 года, знаешь, если ты можешь объяснить, чем ты занимаешься, тебя заменят роботы, это вот про деньги. То есть вообще ценность денег сейчас здорово ушла вниз. Ну, это тоже уже прошлое, понимаешь, мы все говорим на всех форсайтов, что есть понятие уже лишние люди, что с ними делать. Ну, окей, есть уже понимание того, что, скорее всего, будут платить вмененный доход. Ну, это как бы есть версия, да, да, она обсуждается, но пока непонятно, а дальше делать что с этими людьми? Представляешь, это какой-то тайный... Они сейчас сидят дома, что-то делают, кто-то работает по 12 часов в зуме, а кто-то сидит, смотрит сериалы, играет в компьютерные игры, ругается с женой. Ну, окей, вы будете за это получать деньги, чтобы сидеть дома и ничего не делать. Я жестко... Убиваются. Смотрите сериал Black Mirror, там, я помню, третья или четвертая серия, где все дома сидят, крутят велосипеды для того, чтобы вырабатывать энергию, играть в какую-то игру и телешоу, и вся мечта, единственная мечта попасть на это в телешоу, как в свое время была мечта попасть на поле чудеса. Ну, часть народа будет это делать. Как бы ни прискорбно это ни было. Так, вернемся к хулиганству. К хулиганству, да. Вот дети отличаются от взрослых, потому что они не знают, что делать, допустим, с отверткой, которая попала им в руки. Они могут ее кушать в суп или пытаться вопнуть куда-то в розетку. они, по сути, додумывают то, что не могут объяснить. Может быть, это называется фантазия. Где эти люди, которые могут сфантазировать и показать этот мир? И являются ли они хулиганами? Ты знаешь, но они совершенно точно не заканчивали MBA. Их не нужно искать среди выпускников MBA. И насчет хулиганства, сто процентов. Для меня эти люди, которые могут пойти против чего-то, вне чего-то и делать что-то, что не приходит в голову никому. Ну, то есть, опять же, все, что связано с какими-то новыми историями, да, то есть, например, Facebook чисто хулиганство какой-то. Знаешь, кто-то стал социальные сети сделать? Вот они стопроцентные хулиганы. И что сейчас делают, это еще большее хулиганство. Вот и все. И когда ты делаешь чего-то, чего не было, но оно вдруг захватывает людей, да, и становится частью образа их жизни. Все, ты выиграл. Ну, вот смотри, мы с тобой там на разных площадках, по-разному мы можем и вместе, мы занимаемся таким инструментом, как он называется мастер-майд. Да. Мы собираем людей, такой общий мозг и по определенной технологии вытаскиваем, выдумываем вот это будущее, придумываем бизнесы, иногда придумываем смыслы для людей, которые берут их и дальше у них открывается определенный путь. По-моему, даже Форд так и собирал вокруг себя один из первых мастер-майдов, это Генри Форд. Скажи, пожалуйста, мы можем с тобой сыграть сейчас в эту игру? Давай, с удовольствием. Давай, тогда вопрос зрителям. Кто первый? Кто хочет поучаствовать? Напишите, в чем ваши проблемы вашего бизнеса и куда ее можно трансформировать? Мы сейчас попробуем с Кристиной в онлайн-режиме по-брэнштормингу. Строю горизонтальную организацию и назвала основные принципы ценность быть голова набокнутой. Да, я не успел дочитать, ушел комментарий наверх. Голова набокнутой? Да, да, да. Я пишет. Слушай, ты знаешь, с горизонтальными организациями же давно уже было понятно и вообще вся история с иерархией она настолько убыточная, то есть сама по себе. Вот оргструктура мне очень понравилась, как ты в интервью. Ну, кстати, между прочим, мы с Дэном в одной, Дэном Гульфом, с которым мы вместе в тройке работали, в одной группе Мастер Майнд и я рассказывала какие-то свои идеи. Он говорит, слушай, я хочу участвовать. Да, мы раскатали проект за две недели и вот ты давал интервью и мне очень понравилась про вирусы и ментально-эмоционально-эмоционально-эмоционально-эмоционально-эмоционально-эмо. История, что любая иерархия, любая структура это уже абсолютно убыточная, зараженная, больная система. То есть вопрос, как строить горизонтальные организации? Это люди, которые вне иерархии. Представляешь, это вот настолько нужно, потому что мы выросли же в иерархии, да, а вдруг как мы с тобой поняли, что вообще это нафиг не работает никому? И взяли и вышли из него, и стали строить какие-то свои истории, придумывать свои игрушки. Ну, есть эти, которые как летающие тарелки, у них нету траектории. Мы говорим, что раньше были дороги, по которым все ездили и знали, как попасть из точки А в точку Б, сейчас мы на паруснике и в море. Будет идеальный штурм, будет ветер, будет штиль. Как управлять организацией? Ой, ты знаешь, вспомнила кейс, как раз в 1994 году я создала свою компанию, вот первая консенсовая компания, была смешная история, была директором Мичаровского продукта, как раз в Дарковске купил там пищевку, и Макинзи вышла и делала реструктуризацию и вообще приведение этого бизнеса в порядок. Все же, я два года была в группе с макинзоидами, люблю это слово, и, соответственно, когда проект закончился, поняла, что я могу делать что-то похожее, но сильно дешевле, а спрос на это был тогда колоссальный совершенно, и я заключила буквально быстро первый контракт с Интертелеком, и сижу и думаю, а что делать-то, знаешь, одна осталась контракт, я и каких-то людей позвала, и я пришла к, знаешь, ты о том говорил, вот один из партнеров Макинзи, говорю, слушай, взяла контракт, что делать, не знаю, он меня посмотрел добрыми глазами, говорит, ты нахалка, вот еще одна дефиниция хулиганства, хулиганство, да, и потратил мне четыре часа времени и объяснил мне, что и как делать, в принципе, мне до сих пор многие вещи хорошо работают, ты знаешь, я к чему это рассказываю, что сейчас доступ к знаниям, нужно понимать, где брать знания, и больше у кого, то есть нужно понимать, вот у тебя много недостающей информации, нужно понять, где и как тебе собрать эту информацию, потому что сейчас такая скорость, что кейс родился и сразу умер, и тебе нужно в режиме реального времени просто накачиваться и брать информацию, которая тебе помогает делать следующий шаг. Вот это, мне кажется, очень крутой навык, но для этого нужно, чтобы кто-то был готов с тобой поделиться этой информацией, это тоже нарабатывается. так, вот, все, я бы, поехали, юридическая фирма с клиентами от Большого театра до пары форсов, форсов, как это масштабировать, развивать, если это все связано лишь на связи владельцев, а моя энергия и время ограничены. Как сказал бы Петр, не мой, в жопу все. Я бы молчала, спасибо тебе и Петру. Потому что слова масштабировать и развивать это все слова из прошлой жизни. Вот нас вот эти бизнес-мол, ну, то есть всякие вот тренинги, там, вот этот инфобизнес, который нас надрючивает, надо масштабировать, развивать и так далее. Зачем? Так вот. Зачем у нас? Поехали. Зачем существует ваша юридическая компания? Не что она делает, не как она делает, а зачем? Зачем вы тратите вашу ограниченную энергию на эту фирму? Это не означает, что надо уходить. Зачем она существует? Можно ее трансформировать. Я могу сказать, если о будущем говорить. Сейчас очень много юридических вопросов будет на тему роботизации. Потому что робот за рулем автомобиля, а там законодательство не писанное, специалистов нет, кто ответственный, если машина, за рулем которого робот сбил человека, непонятно. Очень много философских разговоров. Там много энергии на подумать. Помнишь эту, Кристина, историю с вагонетками? Конечно. Конечно. Вот у нас есть, мы же должны сейчас мастер-майнд играть. Расскажешь про вагонетки, а мы попробуем. Ты имеешь в виду, а, ты имеешь в виду, вагонетки никуда свернет поезд, куда нужно свернуть поезд, если там 25 человек, а там один, нет, это другая история. это и есть основа философских бесед, то есть если вы стоите, держите в руках стрелку, едет вагонетка, она может по-вашему вернуть направо или налево, направо пять человек привязанные к рельсу, полево, ну, это да. Куда вы? Так сказать, это что? Да, а потом, да, а если на другой стороне стоит ваш ребенок? Да, вот это один ребенок, а здесь пять человек, незнакомых в акаде. Вот эта философская задачка стоит перед всеми философами, юристами, которые решают, если я приду покупать машину, эта машина в случае идеального какого-то инцидента, она убьет, свернув на правый ребенка, на лево беременную женщину или меня самого. Какую я машину буду покупать? Маш, это все это разумие, которое развивается, в Америке очень многие юристы начинают заниматься этим, потому что обслуживать большой театр и обслуживать форсов, ну, это достаточно такая понятная, нужная, рутинная работа. Если включать мозги, что будет и как будет, но специалиста вот в этой области сейчас практически нет. Знаете, вы будете первой юридической компанией, которая будет заниматься, будет адвокатами роботов, так скажем. Вот примерно мы за три минуты попытались разыграть определенную историю, вот сейчас Кристина может что-то дополнить, может еще похулиганить. Ты знаешь, на мастер-майдах сейчас, которые прям большой запрос на новые стратегии и на вообще зачем все я это делаю, вы хорошо сказали, мои ограниченные ресурсы, мое время, зачем мне там это все делать, и почему-то у всех какие-то гигантские истории, масштабировать, а когда начинаешь просто спрашивать, вот ваш внутренний смысл, зачем вы хотите этим заниматься, какие у вас эмоции возникает, какой фон, когда вы приходите, что там происходит на уровне смысла и на уровне ваших эмоций. Слушай, вот обрушиваются все, потому что, а дальше можно смотреть, пространство, куда ты развиваешься, с кем ты развиваешься, уже какие-то материальные вещи, но на внутренней оси. Ты зачем встаешь каждое утро и прешься, вот, простите, пожалуйста, идете в юридическую компанию обслуживать фарбсов. Что это дает лично вам, ну, кроме того, что вам платят вам зарплату? Вот и все. И знаешь, просто, когда садишься и начинаешь честно, вот так, по чесноку отвечать себе на этот вопрос, зачем я это делаю, зачем я сейчас в этом месте, то там большое количество инсайтов возникает. Ну, и сразу появляется большое количество других возможностей, начиная от того, что новые рынки открываются. И я во все кризисы поняла, вот во все, что деньги никуда не деваются, они перераспределяются. Вот все. И вопрос, где ты будешь находиться, когда они перераспределяются, например, да, потому что процветание тоже прекрасная история. Я люблю процветать, люблю красивую жизнь, если честно. Но за счет чего? На проблемы масштабирования нет проблем о потере профессионализма очень часто, потому что ты или держишь один, два, три ресторана, которые могут иметь в виду мишленов. Но как только ты превращаешься в сетку и масштабируешь, ну, можно легко скатиться до Макдональдса. И в принципе, а зачем масштабироваться, чтобы больше денег заработать? Ну, это, что такое деньги, да, сейчас мы уйдем. Зачем? Больше денег, больше проблем. Вот кто больше денег инвестировал недвижимость в разные активы, которые надо сейчас поддерживать. Когда доход отрезался, а расходы и вот все эти квартиры, дома, там, машины, все это надо обслуживать. И тогда расходы продолжаются. И вот консюмеризм, в котором мы жили, что надо покупать и это то третье, десятое и так далее, ну, наверное, куда-то уйдет, потому что сейчас мы еще пару месяцев посидим и все осознают, насколько нужно тебе в гардеробе иметь там 20 костюмов. 20 костюмов, да. Обувь, 20 костюмов. Так они еще все лишь быть не по размеру. Они скоро станут всем малы. Мы из вашего запроса просто выдергиваем слова, говорим, а зачем масштабировать? Запрос зачем? Или может сделать эту работу настолько профессиональной, чтобы вам платили в два раза больше? Потому что вы номер один профессионал. И от этого удовлетворения будет больше. Ну, окей, мы так можем продолжать долго, но вот вот эти бэзбордсы... Подождите, вопрос, зачем? Чтобы больше высвободить своего времени? Слушайте, это такая засада и заниматься творчеством. То есть я масштабируюсь, и у меня время освободится. Вот это вот, ты знаешь, у меня забудьте, да-да-да-да-да-да-да-да. Потом это как домино так начинает схлопываться. Если вы кайфу не получаете в этом масштабировании, а думаете, что это мне будет приносить деньги, а я кайф буду получать в искусстве, топ, не работает. На эти грабли не наступают только ленивы. Все наступают. Более того, ты знаешь, когда люди масштабируются и не понимают, в каком фундаменте они стоят, из чего стоит твой фундамент, где твои материальные активы, что они стоят, где твоя репутация, где твои нематериальные активы, твои способности и так далее. На чем ты стоишь вообще? Сейчас всем четко понятно, вот фундамент, на котором я стою. А дальше уже можно думать, а зачем не масштабироваться? Это вообще, а всем хочется, знаешь, много, побольше, сколько бизнесов грохнуло все равно потому, что стали резко уходить в сеть, лучше к этому абсолютно не готовы. Знаешь, вот недавно выступал в ДНХ, устраивал прямой эфир на тему детей, детского творчества, детской фантазии, изобретательный, даже конкурс делали, детский конкурс, чтобы они изобретали какие-нибудь решения, боевые там, не с коронавирусом, а с его последствиями, да, то есть вот этот мир, в котором мы будем жить, какая-то штучка, в котором мы будем наживать кнопки лифтов, и дети пошли, они начали фантазировать, за этим надо наблюдать, потому что чем взрослые отличаются от детей, потому что взрослые пытаются менять мир, а дети меняют себя, то есть они каждый день меняют себя, как тебе адаптируйся к этому миру, для меня слово хулиган это из детства, должны ли мы в это детство вернуться и начать заново себя познавать, и как это делать? Слушай, ты знаешь, должны, и я тебе могу сказать, что сейчас сижу и думаю, что вообще, конечно, допустим, залезть в чужой сад и обчистить какую-нибудь яблоньку был дело, да, вот, или вдруг придумать что-то, там, какие-то такие вещи, да, которые вдруг у тебя сработают, и вот это навык, да, и когда ты не боишься, не боишься отгрести за что-то или как-то, кстати, вспомнила, да, подворога я, правда, вот, может, опять начать, это я смеюсь, это я к тебе к тому, что ты встречаешь ситуацию, да, как ты ее анализируешь и становишься другой, когда ты играешь опять же не по правилу, мы возвращаемся к тому, что мы говорили, и сегодня мы только можем пробовать делать что-то, и, например, там для нас с тобой эфир в Инстаграме, если кто-нибудь сказал, что мы будем что-то делать в Инстаграме, и тем более вести там прямые эфиры, ну, мы бы посмеялись, как, ребят, ну, это что-то вот из области сумасшествия, сейчас мы прекрасно понимаем, что это ресурсная площадка, которую надо осваивать, и для наших с тобой ровесников, да, то, что мы делаем, это, ну, что-то вообще сайенс-фикшн совершенно, и для меня здесь все новое, я там полгода назад открыла страницу в Инстаграме, даже до этого я говорила, ой, ну, там какие-то девочки, они там для чего-то знать не хочу, а когда зашла, я разобралась, поняла, что это огромный ресурс, вообще-то нам было пять лет назад в этом разобраться, вот это было бы очень умно, и здесь все новое, приходится адаптироваться, и что-то находить, и ресурс колоссальный. Вот я смотрел, у нас в сети уже адаптировались, продается, вот, уже аукцион устраивает, продает вот эту фотографию-то за мной висит, уже люди начали бизнес делать. А вот здесь хороший вопрос, кстати, посмотри, если и так счастлив и доволен своим бизнесом, можно ли не развиваться ни самому, ни бизнесу? Ну, это все хорошо. Слушай, ты знаешь, ну, это вопрос, мне кажется, если что-то не развивается, оно умирает. Ну, то есть, вот, второй закон термодинамики не поддерживает, да, в любых замкнутых структурах энтропии накапливается, они разрушаются, да, вот то, что мы, кстати, и видим вот в этих орг структурах замкнутых, да, то есть, если что-то не развивается, оно умирает, нас тут не нужно. Если мы говорим про процесс, там, творческий процесс, ну, например, там, про театр, да, как бизнес, то все равно там колоссальное развитие, ну, с точки зрения внутри, внутреннего содержания людей и так далее. О, давайте зададим партию хулигану, вот, Борисович, мне нравится. Я бы ответил на этот вопрос так, если все хорошо в семье, все хорошо в бизнесе, занимайтесь благотворительностью. Не хочу сейчас углубляться в понятиях кармы, но там вы сможете найти что-то и для души, для того, что внутри вас и позволит это все еще и сохранить. Это такой немножко эзотерический ответ. Кульпат. Простите, пожалуйста, я не могу, я не вижу интересную черту. эзотерические ответы. Я пытаюсь фандрейзить на фонд, который у нас есть. Приходите в фонд «Друзья». Нам нужны линии. «Друзья» совершенно уникальный фонд, и, ты знаешь, вы самые позитивные ребята, которых я встречала, с точки зрения фонда. Я терпеть могу слово благотворительность, если честно. Мне кажется, оно все путает. И ты такой классный, идешь, и кому-то помогаешь, здесь что-то путается. Мы все заинтересованы, жить, когда вокруг нас радость, счастье, процветание. Вот все. Поэтому, если мы все вместе скинемся на это счастье, его 100% прибавится. Ты не можешь быть один в своей системе. Это, кстати, одна из засад, такой большой системный баг, когда люди забыли, что все связано со всем, и мы связаны со всем между собой, и стали в какой-то своей коробочке перемещаться, и как бы я не вижу, что происходит. А если мы видим это общее поле, развиваем это общее поле, и фонд друзья именно об этом, увидеть общее поле и вложиться в него. Спасибо, что вы говорите. Да-да-да, это не реклама, это так оно и есть, и я как бы фонд фондов-то очень хорошо помню, и, соответственно, с вами все, все это, все это, Ну, да, фиганая благотворительность, если так можно. Скажи мне, пожалуйста, у нас осталось не так много времени. Мне как-то солнце несли-ка в камеру. Реставрация. Ага. Вы понимаете, что другие пройдут по реставрации прошлого. От этого не отливаемся. А какие нужны, ну, как должны звезды сойтись, чтобы наступила, может быть, новая эпоха возрождения? Ты знаешь, вот мой совершенно главный посыл, ребята, что мы должны вот сейчас очень вместе, да, вот то, что вот эти разговоры, которые происходят, они очень ценные, вместе смоделировать вот это будущее, что там будет происходить. Потому что дело не в том, что там прошло, но не так прошло, так или иначе, да, там все равно что-то меняется все время. Здесь идет речь о том, что качественно изменится коммуникация между людьми. Вот что важно. И, соответственно, вот что, если мы это общее поле сформулируем, то, соответственно, возможность влиять у нас будет совершенно другая, и ресурсность будет другая. В успешный успех я больше не верю. В индивидуальный успех вообще не верю давно. Это подтверждается этому. И, знаете, почему многие наши с тобой друзья, которые вот в 90-х были успешные, успешные, они сейчас, ну, не очень хорошо себя чувствуют, денег-то не хочешь есть, но именно вот это ощущение движения, развития, куда идти, нет, потому что они старыми способами, старых моделях. То есть, по сути, нужно трансформировать мышление. Вот что нужно сделать. И понять, что, на чем ты стоишь сейчас. Понять философию, фундамент, речь философию, с кем ты, про что ты, с чем ты. Я, потому что, я запрошу, немножко подвисаешь, потому что, кто это говорит, в бизнесе идут лишь те, кто нашел, в чем талантлив, в творчестве и не понял насладений. Я не знаю, что назвать бизнесом. Я считаю, что, если вы нашли какую-то несправедливость в жизни, с которой пытаетесь бороться, то вы создадите и бизнес, и организацию, и благотворительную... Слушай, можно анекдот расскажу, Гарлиночка? Можно расскажу анекдот, а то обещали и не рассказываешь. Жестные. Попадает... А? Анекдот. Попадает мужик в рай. Приходит к нему Бог и говорит, он не в рай, чистит в этот. Когда ты переходишь, тебя распределяют, в рай или в ад. В рай. И его спрашивают, слушай, почему у тебя в рай в основе? Он говорит, слушай, ты знаешь, я один раз вступился за женщин, на которые напали хулиганы. Выбрал самого здоровенного и дал ему морду. Он говорит, слушай, какой молодец, это прям засчитывается. А когда это было? Он говорит, ну минуту-две назад. На липочку тоже понимается другой анекдот. Когда доктор Батт решил отучить Шерлока Холмса от курения, чтобы он бросил курить. Знаешь, что ты там говоришь? Неа. Ну, когда Шерлока Холмса не было дома, он взял его трубку, хулиганин, засунул себе в одно место и положил трубку на место. Шерлок Холмс пришел, выкурил трубку, ничего не заметил. На следующий день Баттсон взял снова эту трубку, когда Шерлока не было дома, засунул себе туда же поглубже, поставил на место, Шерлок Холмс пришел, выкурил трубку и ничего не заметил. Так продолжалось примерно неделю. Шерлок Холмс так и не бросил курить, а Баттсон уже быть этого не мог жить. Поэтому сила беременности. Если мы что-то делаем, очень, там, не помню, 20-25 дней, 21-25 дней, это превращается в привычку. Если вы действительно чего-то хотите, хотите поменять некие фарниры, некие нейронные связи в вашей голове, рецепт от Даши Курочкиной. Если у вас есть цель, вот вы ее держите и каждый день в течение 49 дней ровно ровно в 9-47 ломайте одну спичку. 49 дней в 9-47 ломайте одну спичку, держа эту цель. И тогда все произойдет. Тогда вы... Класс. Я предлагаю за это выпить, ребята. Это хорошая привычка, будем ее удерживать. Спасибо, Кристина. Спасибо, что ты огромный, обалденный разговор. И, друзья, спасибо вам. Ждите новых эфиров. Я очень надеюсь, мы будем помогать и нам, и вам создавать этот новый мир и стараться в нем жить счастливо. Может, без обнимашек, но скоро, я надеюсь, они... Не, не, обязательно с ними. Я не могу без обнимашек притес. Обнимаю тебя, Кристина. Спасибо. Пока-пока. Спасибо огромное. Пока.